Добрый вечер! У нас сегодня, получая этот семинар, не будет объединен одной сквозной идеей, хотя, как знать, может быть, к концу эта сквозная идея и возникнет. Но изначально у нас была мысль ответить на несколько вопросов. С одной стороны, на нашей последней встрече с Ури Гершовичем Ури завершил ее то ли романтической иронией, то ли очень правильным жестом, когда разговор о безмолвии и должен закончиться безмолвием. Но я не сказал второе резюме, которое я намеревался произнести. Оно, может быть, не очень хорошо стыковалось с первым, или стыковалось, но не идеально. И было, как осленок при ослице, такое естественное, но не самое напрямую вводимое дополнение. И я обещал на семинаре рассказать это второе резюме. Во-вторых, Катя сегодня сделает сообщение относительно, ну вот даже, я так понимаю, не монашеского быта Церкви Востока, а относительно связи монашеской культуры и интеллектуального, относительно связи монашеского быта, скажем так, бытовой монашеской культуры и интеллектуальной, мистической культурой. Причем для вас материалом послужит не только сирийский материал. То есть, скорее, вы сделаете такое типологическое обобщение. Да, но я буду сравнивать как раз с той моделью Хазая и Осипа Хазая, которую мы обсуждали в прошлый раз и в воскресенье. То есть, насколько на базе нее все гипотезы сформировались, то я как бы от нее исхожу. Вопрос был, как бы объяснить, почему такой цвет, а потом мне тут было уже... Ну да, то есть, Катин вопрос был, есть ли какие-то материальные, или, скажем так, есть ли какая-то конкретная зримая материальная модель, очевидная для каждого читателя, в частности, Осипа Хазая, которая могла бы послужить источником для языка описания, источником образов для языка описания. То есть, благодаря Катиной настойчивости в этом отношении, вот мы вышли на эту модель трех небес из пещеры сокровищ, но понятно, что здесь поиск может и должен продолжаться. И, в-третьих, я обещал Варваре, Варваре сегодня не смогла посключиться, но мы условились... Здравствуйте, Надя. Мы условились, что мы эту тему обсудим под запись, в отличие от других вопросов Варвары. Она задала вопрос относительно понятия милости, но я бы хотел здесь на этимологическую сторону сирийского термина для милости обратить внимание. То есть, вот такой вырисовывается у нас план. Я тогда начну с своего второго резюме. Я в первую очередь хочу поблагодарить тех, кто смог присоединиться и пригласить тех, кто не присоединился к этой встрече в воскресенье, ну или не видел ее в записи, посмотреть. Там же на сайте Ишкалот, где дается ссылка на трансляцию, по этой же ссылке можно посмотреть и саму запись. Она начинается там в 14 минут, то есть само мероприятие началось, видимо, на 14 минут позже, и, соответственно, трансляция начинается на 14 минут позже. Итогом и встреча я был очень доволен. Мы сравнили текст из трактата Хагига, где сравнивается модель двух небес и модель семи небес, и детально описывается, что находится на каждом небе. Причем там очень из этого текста трактата Хагига, опять же, на сайте Ишкалот, можно найти брошюры, которые всем участникам встречи раздавались с текстами, которые мы читали. И там явно не различается материальная сфера и духовная, если говорить наивными словами. Ангелы там показаны в тесной связке с явлениями этого мира. То есть, опять же, мы все более отчетливо видим, что представление антиохийской традиции о том, что ангелы управляют светилами и управляют погодными явлениями, в конце концов, корнями своими уходит в еврейскую традицию. А дальше куда-то глубже, нужно смотреть куда глубже. И вот, значит, Урий Гершович разбирал текст из трактата Хагига, я разбирал текст из глав о ведении Осипа Хазая, который мы сами неоднократно разбирали на семинаре. И получается, высветился тот все более очевидный факт, что в сирийской традиции набор моделей, в том числе унаследованных от еврейской традиции, да, с одной стороны, представление об устройстве мира, представление об уровнях небес, представление о тверде в светоносном небе, в огненном небе, которые, по предположению Сергея Валерьевича Минову, унаследованных за растридской традицией, переносит внутрь человека. И представление о мире как о храме, который устроен как скиния, с завесой святым святых, тоже переносится внутрь человека. Но вместе с тем здесь Урий поднял еще одну важную проблему, которая требует дальнейшего осмысления, проблему субъективности. Потому что в тексте из трактата Хагига, как показал Урий Гершович, каждый тезис, обозначение каждого из семи небес подкрепляется ссылкой на священное писание. И для талмудической культуры, для той интеллектуальной культуры, которая отражена в Талмуде, да, а текст Талмуда – это записи, дискуссии в стенах духовных академий, скажем так, да. И для Вавилонского Талмуда – это в первую очередь центры раввинистической учености в городах Сура и Пумбедита, или Пумбедита, в среднем Сапотамия. Да, это наш же регион, да, это регион наших сирийских мистиков, которые, впрочем, творили в основном севернее или юго-восточнее. Но, тем не менее, та же самая местность. Да, так вот, в рамках этих раввинистических дискуссий каждый тезис должен подтверждаться ссылкой на Писание. И, как справедливо заметил Урий Гершович, сирийский мистик не всегда, далеко не всегда, подкрепляет Священным Писанием свои утверждения. От Иосифа Хазая требуется вера, когда он говорит о видении огненных ростков, растущих из сердца, когда он говорит о том, что ум плывет по морю, и его естественный свет не отличается от того моря, в котором он пребывает, он побуждает человека верить его подлинному опыту, исходя из того, что если он пройдет этим же путем, то он удостоверится в том, что с ним это случится. Но вместе с тем здесь есть мощный фундамент Писания, о котором не всегда мистики находят нужным говорить. Опять же, говоря о созерцании логосов творений, о прозрениях относительно тварных вещей, которые получает мистик, Иосиф Хазая часто вспоминает слова псалма «Хлеб ангелов вкушал человек», «Хлеб ангелов ел человек». Но здесь есть более глубокая платформа, о которой не всегда идет речь. Это платформа Евангелия. И если мистик начинает созерцание творения, то это не означает, что ему природа заменяет священное Писание. Хотя Иосиф Хазай прямо говорит о том, что вот есть книга природы, и он читает ее как книгу. И есть книга священного Писания. То есть, эта модель двух книг, она была раньше сформирована европейского нового времени, и у других христианских авторов мы ее находим. Но это не значит, что Библия заменяет мистику Евангелия, что он может отказаться от Евангелия ради естественного откровения, потому что, как утверждает Евагрий Понтийский, от которого в первую очередь была воспринята модель внутренних чувств сирийской традиции, созерцание логосов творения возможно при условии чистоты сердца. И Евагрий Понтийский в главах о ведении упоминает о фосфенах, которые человек видит, когда пытается посмотреть на солнце. И он говорит, что когда человек смотрит на солнце неподготовленным взором, он потом и обычные вещи не может видеть. Он видит пятна вместо обычных вещей. По-сирийски, а как мы помним, главы о ведении Евагрия сохранились полностью в сирийском переводе, да еще в двух редакциях, эти пятна называются Шрах-Рах-Я-Та. Наверное, можно записать это слово. Чем оно примечательно? Исаак Сирин в своем 76-м трактате по восточно-сирийской версии, который я переводил для издания Троицы Сергиевой Лавры, дополненного, куда вошли трактаты, отсутствующие в греческом переводе. Он там к этому образу обращается. Не смотри на солнце. И если ты, он говорит, вступишь к вашему, Анна, вопросу относительно, опять же, ложного мистического опыта, если ты неподготовленный вступишь в тот самый пир, то есть получается, что если ты достигнешь некой сосредоточенности, но не будешь иметь чистое сердце, то тогда на тебя нападут эти шраг-раг-я-са, и ты будешь низвергнуть с этого брачного пира. Да, вот я упоминал этот пример, он важен. В переводе Сергея Веринцева он морком одолевается. Это очень сильно. Как всегда, Сергей Сергеевич говорит фразы, которые чувствуешь на ощупь, чувствуешь этот морг, который тебя окутывает. Но так у Исаака Сирина, если иметь намек на Евагрия, у него несколько иной смысл. Это пятна, которые не позволяют тебе видеть, то есть, может быть, ты и посмотришь на солнце, может быть, ты и достигнешь предельной сосредоточенности, но не имея чистого сердца, ты не удержишься, ты не получишь отсюда духовного опыта, ты не получишь отсюда мистической встречи. Так вот, Евагрия Понтийский, говоря об этих шраг-раг-я-са, он продолжает, ну или шраг-раг-я-са, вот в традиционном произношении, он продолжает. Так же и человек, который предан гневу, он не может видеть вещи ясно. Он не может их разглядеть. То есть, казалось бы, познание мира и способна и гневливость человека. Для Евагрия Понтийского восприятие логосов творений, то есть, не научное познание мира, но, впрочем, мы о нем и не можем говорить примитивно к Евагрию, не интеллектуальное познание мира, не практическое познание мира, а видение вещей такими, какими они есть, беспредпосылочное, оно невозможно при наличии у человека неконтролируемого гнева и раздражительности. Да, это вот один момент, а с другой стороны, мы видим, что мистик описывает свои восхождения для того, чтобы прийти, в конце концов, к видению всех людей, как созданных по образу Бога, к видению всех глазами Бога, к бескорыстной любви ко всем людям, и это возможно в созерцании суда и промысла. То есть, получается, что бескорыстная любовь ко всем людям возможно после усилия, невозможно заставить себя полюбить всех людей. Да, это будет на вершине при созерцании суда и промысла, у завесы, если пользоваться образами Иосифа Хазаи. Да, и нас поражало, что и у еврейских мистиков именно с завесы связано познание всех тайн мира и всех помышлений людей от начала мира и до конца мира. Но начало этого пути тоже связано с очищением сердца. И получается, что и там, и там подразумевается Евангелие. Да, вот с одной стороны есть в Евангелии представление о бескорыстной любви, с другой стороны в Евангелии есть представление о том, чтобы не давать волю своему гневу. Это представление еще не связано с бескорыстной любовью. Оно может и корыстно обосновываться, чтобы Бог простил тебя, чтобы ты не... Или когда Христос говорит, если ты гневаешься, то ты уже как бы убийца. Здесь поднимается планка, но здесь еще не задается идеалу бескорыстной любви. Получается, в начале пути уже стоит нечто, постигаемое верой. Потому что, если ты не имеешь веру, что это нужно, ты не будешь ограничивать свои внутренние движения. Тебе будет достаточно внешнего кодекса. Но, опять же, я говорю наивными словами, видимо, здесь можно разные пути выстроить, пытаясь обосновать ту или иную этику. И на вершине стоит представление об опыте любви. Но, тем не менее, то есть, получается, что здесь есть евангельский фундамент у сирийской мистики. Идея созерцания творений, от которой человек приходит к некоему внутреннему опыту, даже если она не подтверждается библейскими текстами, она служит попытку исполнить библейский текст. Но вместе с тем, действительно, сирийский мистик откровенно субъективен. Он не боится своей субъективности. Он исходит из того, что этот путь, которым идут многие, он исходит из того, что, вступая в это внутреннее место у святого святых сердца, или вступая в святое святых сердце, ты оказываешься вместе неограниченным пространством и временем. И тема времени, как вы, Анна, справедливо замечали, тоже здесь, в связи с этим вопросом, нужно ее осмыслить. Мы, во Фнеморане, видели рассуждение на эту тему. Он вступает в место, неограниченное пространством и временем, и он как раз таки там чувствует свою объективность, в этом месте сердца, которое для него тождественно месту неба. Он там уже не ощущает свою субъективность, а наоборот, ощущает свое единство со всеми. Но еврейский мистик с самого начала ощущает себя частью еврейского народа. Для него участник мистического опыта это община Израиля. И тут опять же может быть некорректно противопоставить христианскую мистику и еврейскую, потому что в христианстве есть представление о церкви, как раз таки как о той общности, которая участвует в этом опыте. И есть мистическое осмысление, крайне мистическое осмысление евхаристии, которое тоже, да, это мистическое деяние, это общинное деяние. Но действительно у сирийских мистиков мы видим в первую очередь предстояние с Богом один на один. И даже апостол Павел говорит о том, что храм это вы, обращаясь к церкви, а для Иосифа Хазаи храм это человек, каждый отдельный, каждый конкретный, у него есть это святилище сердца. И опять же, войдя в свое внутреннее святое святых, человек оказывается в общем святом святых для всех разумных существ. Но тем не менее, у него человек один на один со Всевышним, к встрече с которым он устремляется. Поэтому здесь действительно разные акценты, но нельзя сказать, что еврейская мистика объективна, а христианская субъективна, потому что опыт, описываемый в третьей книге Еноха, где описывается путь раби Ишмаэля через семь небес, когда ведет его метатрон, который оказывается Енохом. Или путь автора второй книги Еноха, который видит страшный лик Божий к вопросу о соотношении зрительного и слухового, или путь авторов каббалистических текстов, он оказывается все равно неповторим коллективно. Но здесь открывается простор для решения очень важной задачи соотношения объективного и субъективного в религиозном опыте. В какой мере субъективный наоборот оказывается гарантом подлинного. Вот это та задача, которую предстоит решить. И вот здесь, конечно, представление мистиков о выходе на переживание объективного, представление Афнеморана о том, что в опыте безмолвия человек приобщается в вечности, человек приобщается тому состоянию или тому бытию, которое предшествовало творению мира. Но здесь, наверное, тоже нужно быть очень аккуратным в выражениях, потому что творению мира предшествовал Бог, и Он предшествует, и говоря о Боге, мы не можем говорить о времени уже. И вот помните, когда Афнеморан говорит прежде всего этого «гана коль» это все, это обозначение мироздания, было его место без формы и имени. Да, и мы говорили, что его место в данном случае это метафорическое обозначение Бога, либо его относится к Богу это обозначение безвидного света, без формы и без имени, то есть это место, которое на самом деле не место. И Афнеморан намекает на то, что человек в мистическом опыте приобщается этому состоянию вечности, для него время останавливается в его святом святых сердца. Вот такие примеры, когда описывается переживание объективного, когда переживание претендует на повторяемость, такие моменты нам нужно зафиксировать и описать. То есть это вот сейчас уже мое некое общее резюме по поводу по итогам встречи и после общения с участниками встречи, а вот тогда в качестве своего второго резюме я хотел сказать вот о чем, и в общем-то это продолжит некоторые моменты, которые я высказал сейчас, относительно созерцания материального мира, относительно первой ступени, на которой мистик начинает есть английский хлеб, относительно восприятия тех самых божественных прозрений о материальном мире, о беспредпосылочном взгляде на творение. Да, мы помним, что Иосиф Хазая, говоря о втором этапе, о видении ангелов, говорит об их видении и об их слышании, говоря о том, как человек подступает к завесе, он говорит, что он сначала видит место, которое ему откроется дальше, а потом, вступая за завесу, его слышит, то есть у него духовное зрение предшествует духовному слышанию, а материальное творение, он, Иосиф Хазая не описывает его видение, у него сразу начинается этот опыт сослышания, он говорит о том, что человек видит звезды на тверде сердца, что это суккалия, прозрение, помышления о тварных природах, что это второе естественное созерцание, что он постигает вещи чистым сердцем такими, какие они есть, и для него это не видение, а для него это слышание, то есть получается, что здесь у него видение еще телесное, видение материальное, я пока что еще чувствами воспринимаю этот мир, а потом внутренним слухом я чувствую вещи иначе, открываю их иное назначение, и вот я обращая внимание на это, я хотел тогда на встрече сказать, что ведь и многие, многие направления искусства претендуют на то, чтобы посмотреть на мир беспредпосылочно, что Ван Гог претендовал на то, чтобы видеть вещи беспредпосылочно, их зафиксировать, как они есть, абориуты на это претендовали, и очень многие, и вот здесь, пожалуй, в описании второго естественного созерцания, в описании созерцания телесных, в описании слышания вещей, когда ты воспринимаешь вещи иначе, когда, как говорит Исаак Сирин, ты обретаешь их иное назначение, вот здесь опыт сирийских мистиков оказывается наиболее близким к опыту, к которому многие люди стремятся приблизиться через искусство. И даже если мы, и поскольку мы не достигаем этого опыта второго естественного созерцания, описанного мистиками, само это описание может побудить нас к тому, чтобы осмыслить свой собственный визуальный и аудиальный опыт, для того, чтобы задуматься о том, насколько ясно мы слышим и воспринимаем мир. Вот я думал об этом, но сейчас к нашей встрече я хотел бы к этому добавить и вот еще какой момент. Помните, когда-то Анна поднимала вопрос о наречении Адамом имен всем живым существам. Да, вот мы тогда вспоминали мысль Исаака Сирина о том, что у ангелов нет имен, что они живут выше имен, что опыт ангелов превышает уровень слов, символов, какой бы то ни было формы, на что Анна спросила, а как же Адам давал имена всем живым существам, в том числе ангелам? И на это я сказал, что Иосиф Хазая в своей мемории о природе божественной сущности говорит о том, что Адам воспринимал духом, что он имел открытыми свои духовные чувства, и он с Богом общался в безмолвии, он воспринимал его духовными чувствами. Иосиф Хазая здесь опирается на слова Евагрия Понтийского о том, что человек стал учеником телесных чувств после грехопадения. То есть, здесь Иосиф Хазая следует за Евагрием, нежели за Федором Апсуистийским, у которого путь человеческой педагогики через его опыт проб и ошибок идет более-менее прямо. Человек приступает к заповеди, через это нечто познает и через это тоже чему-то учится. Для Евагрия Понтийского, как для последователя Оригена, как для Александрийца, для него есть разница между состоянием Адама до грехопадения и состоянием Адама после грехопадения. Для него есть принципиальная разница. Федор тоже описывает эту разницу, но она радикальная для Евагрия. Он уже не внутренними чувствами воспринимает творение и общается с Богом, а он становится учеником внешних чувств. И Иосиф Хазаи следует этой модели. До грехопадения для Иосифа Хазаи Адам нарекает имена живым существам в том смысле, что он воспринимает их суккали, что он воспринимает прозрение о них, что он имеет их естественное созерцание. И вот тут я вспоминаю слова Полины, которых я вспоминал и на встрече с Урием Гершовичем, и которые сейчас я в новом смысле, в новом свете тоже осмысляю, что имя, оно ведь подразумевает аудиальный опыт. Мы слышим не только имена, но имя мы именно слышим. И похоже есть связь между тем, что по мнению Иосифа Хазаи человек во втором естественном созерцании именно слышит материальные творения, что его опыт постижения их иного назначения описывается как слышание. И между тем, что этот опыт для Иосифа Хазаи тождествен наречению имен. То есть вот когда Адам дает имена, то есть когда он постигает природу каждой вещи, получается, что это аудиальный опыт для Иосифа Хазаи. Получается, что наречение имени связано именно с услышанием. И даже если для Иосифа Хазаи эти имена были невербальные, но это именно опыт слышания, именно опыт постижения, опыт понимания. Но вместе с тем имя и слышание связаны с идеей доверия. Знать имя, открывать имя на библейском языке это выражение доверия, но равно как и власти. И мы помним, что ангел, явившийся Иакову, отказывается ему открывать свое имя, но Бог открывает Моисею свое имя, и этим тоже выражается его милость, к вопросу о милости, его доверие народу, который он спасает. Он ему дарует свое имя. Это самый тесный способ контакта с незримым Богом. И вместе с тем для Иосифа Хазая слышание тоже связано с опытом доверия. Мы помним эту метафору из книги «Вопросов и ответов» о том, что царя видят все придворные, а слышат его только приближенные. Может быть, я не знаю в какой степени должность, которую Иосиф Хазая называет «кайтон кана», от слова «кайтона» внутренняя комната, это грецизм, то есть постельник, который отвечает за самое сокровенное место царя, и который может слышать то, что царь говорит негромким голосом, может знать тайны его сердца. То есть для Иосифа Хазая слышание связано с большим опытом доверия. И вот получается у нас с одной стороны имя, с другой стороны слышание. Обе этих темы объединены идеей доверия. И я даже это зарисую. Есть имя, есть слышание, и есть здесь идея доверия, доверия. А есть еще третий участник этой ситуации для Иосифа Хазая. В книге вопросов и ответов он говорит, что в первом естественном созерцании задействована вожделительная часть души. Да, мы помним о трех частях души вожделительная, яростная и умная. Вожделительная отвечает за разные проявления влечения и любви, яростная отвечает за разные проявления гнева, постоянства, дисциплины и прочего. И для Иосифа Хазая первый этап, телесный этап, связан с вожделительной силой, оттуда человек черпает силы к тому, чтобы этот этап проходить. А душевный этап, движение к месту ясности, связан для него с постоянством, с постоянством пребывания, когда он должен приложить усилия, чтобы свой внутренний взор не отвратить, но продвинуться дальше. И вот получается, что второе естественное созерцание, восприятие прозрений о окружающем нас мире, о материальном мире, для него связано с вожделительной частью, то есть для него связано со всем комплексом состояний, соотносимых с любовью. То есть за второе естественное созерцание, за восприятие творений отвечает та часть души, которая отвечает за любовь. И вот у меня здесь это соединяется в одну картину, когда слышание связано с доверием, когда созерцание творений связано с любовью, и когда здесь же появляется идея имени, подразумевающего личное отношение, личное восприятие. Получается круг понятий, через который Иосиф Хазаев в разных местах описывает опыт воспринятия суккали, помышлений, постижений, прозрений о материальном мире. И этому состоянию предшествует очищение сердца. То есть здесь именно на начальном этапе для него слышание оказывается связано с любовью. И для него это вершина очищения человеком своего сердца, следование евангельскому пути на начальном этапе, но именно попытка следования на горной проповеди, в том смысле, что человек воздерживается от гнева и свое сердце делает тем самым храмом, учится к этому, и когда он становится способным посмотреть на мир вещей без привычных ему предпосылок, когда он становится способным услышать иное назначение каждой вещи, когда он становится способным к тесному, доверчивому принятию того, что он видит, когда он обретает доверие, в данном случае, еще не созерцание суда и промысла, непонимание тайн теодицеи, но когда он обретает доверие к тому миру, в котором он пребывает, когда он видит его как Божий мир, когда он видит, точнее, ну, получается, не видит, а воспринимает, понимает через слышание, когда он воспринимает его, там, говоря, используя образ Осипа Хазаи, как металл, через который ты чувствуешь тепло огня. Да, мы говорили, что этот образ, у него много разных смыслов, имеет, но уже здесь он этот образ использует не только примитивно к Евхаристии, не только примитивно к христологии, не только примитивно к высочайшим тайнам, а уже к постижению этого мира, как Божьего мира. Может быть, слова Достоевского о том, что мир есть рай, они как-то тоже связаны с переживанием какого-то похожего опыта, это тоже тема мне очень близка, как Достоевский идея Исаака Сирина о смысле, которого он читал в переводе 1854 года. И опять же, эта идея доверия к миру из опытного постижения иной стороны каждой вещи, она же связана для Иосифа Хазаи с пониманием смыслов Суккали, священного Писания. А Священное Писание это тоже текст, который далеко не всегда взывает к доверию, если понимать его буквально, в котором есть очень много противоречивого и страшного. И получается, что для него воспринятие смыслов Писания между строк Писания, постижение замысла, стоящего за строками Писания, и опять же, обретение доверия к тому, что стоит за страшными словами Писания в том числе, этот опыт для него соотносим вот с этим самым слышанием мира и обретением доверия к нему. Опыт, который совершается через вожделительную силу души. То есть, здесь, если собрать разрозненное описание Иосифа Хазаи, мы получаем пример внутреннего слышания, первого действия внутреннего духовного чувства слуха, мистического нечувственного аудиального опыта, который вместе с тем, да, то, как его описывает Иосиф Хазаи, по-моему, очень близок к нашим переживаниям, к нашим проблемам, проблемам, которые очень многие люди ставят для себя в искусстве в том числе, и опыт мистиков может побудить здесь нас многое переосмыслить в своей жизни и в своем отношении к миру. Но, в частности, для меня проблема доверия, вот, если даже не в глобальном смысле, а доверия к тому, что окружает, очень значимо. И вот, пожалуй, каждому из нас в той или иной мере знаком опыт, который хотя бы издалека соотносим с тем слышанием и беспредпосылочным восприятием, о котором говорит Марий Осиф. То есть, вот это я хотел в более кратких словах сказать в качестве второго резюме. С другой стороны, как-то у меня эта схема соединилась именно, когда я готовился к нашей встрече, поэтому, может быть, промыслительно Ури тогда прервал меня. Потому что без идеи имени и без идеи любви это бы не соединилось. Поэтому правильно было тогда закончить с безмолвия, а вот сейчас я предлагаю об этом подумать и, может быть, на следующих наших встречах вернуться еще к осмыслению этого опыта. Вообще, Григорий Исаакович Беневич, величайший наш специалист по Максиму Исповеднику, человеку, который очень похож на Иосифа Хазаю, на Исаака Сирина, да, и что вы смеетесь? И Виктор Неавитас, да, наш участник нашего семинара, написал статью о сравнении опыта Максима Исповедника и Иосифа Хазая, да, при том, что не было контакта, да, Максим и Исаак были современниками, не было контакта между ними. Если бы он и был, они, может быть, я не знаю, поладили бы, не поладили, у них были разные христологические взгляды, но опыт потрясающе похож. Так вот, Григорий Исаакович после дам своих многолетних изысканий в области, в творчестве Максима Исповедника в особенности, писал, а почему отцы мало говорят вот об этом созерцании логосов творений, они мало его описывают, как будто бы для них это было что-то такое самоочевидное, то есть я помню его эту реплику в его блоге о том, что ему не хватает вот этого ясного описания. И сирийские мистики часто упоминают это созерцание и тоже, казалось бы, такого ясного описания не дают. Но, похоже, мы можем прийти к некой модели, опираясь на тексты сирийских мистиков, опираясь на тексты Иосифа Хазаи и Исаака Сирина. То есть вот как раз описание вот этого второго естественного созерцания, восприятия логосов, прозрений о творениях, это насущная задача, потому что действительно отцы пишут об этом не так много. То есть Григорий Исаакович зря не скажет. И вот поэтому стоит нам запомнить, как-то остановиться и дальше вернуться к этой модели, чтобы дальше мы на этом пути что-то сделали. Я тогда первую часть сейчас завершаю и слово передаю Кате. Я постаралась достаточно небольшое сообщение подготовить на тему сопоставления монашеского быта, может быть, образа монашеского быта с теми ступенями восхождения, которые мы уже неоднократно на последних семинарах рассматривали и комментировали, как различные метафоры света, которые используют Осип Хазая, чтобы как-то прояснить это движение созерцания телесного к душевному и уже духовному. И, собственно, я сразу все карты выкладываю на стол, все свои источники, которых не очень много, потому что это пока это такой набросок и ни на что особенно не претендующий. Я опиралась на те фрагменты, которые мы читали, уже обсуждали. Это фрагменты из книги главы о знании или главы о ведении Иосифа Хазая, дополненные как раз фрагментами из «Мемра о духовном созерцании». Также Максим любезно предоставил замечательный совершенно фрагмент из «Житья» монаха Иосифа Буснаи, который... Да, мне его Александр Преображенский любезно. Да, да. Авторство Иоханна Бар-Калдуна, где очень интересно описано, значит, какой был уклад жизни монахов, там, от прихода, в монастыре, до каких-то возможных дальнейших, так сказать, путей и траекторий существования в монастыре. Я также посмотрела, значит, книжку Мейндорфа про историю церкви и восточно-христианскую мистику. В частности, там посмотрела третью главу, которая называется «Духовная жизнь. Богослужение монашества святые». И вот потратила еще некоторое время с большим удовольствием, посмотрев фильм о Филиппе Грёнинге «Великое безмолвие». И вот здесь как раз нужно сделать оговорку, что если предыдущие три источника, они отсылают нас все-таки к нашей сирийской традиции, то, конечно, фильм Грёнинга, он нас отсылает просто к жизни христианского монастыря, но уже с Сирией никак не связано, потому что это документальный фильм, который был снят начал он его снимать где-то в 2000-м, в монастыре Гранд-Шартрёс. Значит, в 1984 году этому монастырю исполнилось 900 лет, и вот он захотел снять фильм про этот монастырь и попросил разрешения приехать. Ему сказали, ну, может быть, напишите лет через 10, если у вас еще останется такой замысел. Он написал лет через 10, ему, значит, сказали, ну, подождите, еще рановато будет, вот через 16 лет его все-таки пригласили. Одного. Не 10 плюс 16, а после через 16, да? Нет, 10 плюс 6. А, вот. Да, всего через 16 лет его все-таки пригласили, при условии, что он не будет, значит, ни с кем там разговаривать, никого с собой перевозить, только один приедет, и один будет, значит, все снимать, не нарушая жизнь, в общем, монастыря. И он сделал этот фильм, фильм почти трехчасовой, и он очень интересно показывает как раз бытность уже современного, европейского, французского, в частности, монастыря, который находится в горах, то есть как бы такая его географическая, конечно, топонимика, она нам здесь не подойдет, но то, как он наблюдает за занятиями, меня само навело на некоторые мысли, которые я сейчас попробую представить. Итак, значит, в чем была вообще моя здесь задачка, как я сформулировала свою гипотезу, да? Вот мы рассматривали опыты созерцания света, которые, вот как я предположила, могут опираться все-таки на чувственные образы, которые служат метафорами, да? Но эти метафоры так или иначе отсылают нас к, ну, телесному, обыденному опыту, они как-то в нем укоренены, причем вопрос, который меня изначально интересовал, можно ли найти объяснение именно такой последовательности, да, видов или метафор света в обыду монашеской жизни? И дальше я сформулировала две гипотезы, одну из которых я в итоге отвергла, а другая мне показалась частично все-таки оправданной. Итак, вот первая моя гипотеза была основана просто на тексте, поскольку Иосиф Хазая говорит о том, что, да, он начинает с того, что это способы, которыми душа зрима на тверде сердце во время молитвы, я стала думать, может быть, в христианской молитве есть этапы, которые будут соотноситься с этими пятью способами. И вроде бы внешне показалось, что это похоже, потому что вот я начала читать, собственно, более подробно, ребятки, я тут исследователь с довольно большой дистанцией. Вот я со своей дистанцией начала читать про пять частей анафора и подумала, что, может быть, это можно сопоставить. Сейчас об этом расскажу. А вторая моя гипотеза была сопоставление не структуры, как бы молитвы со структурой вот этого восхождения, а уже обращение к тому, что, возможно, Иосиф Хазая имеет молитву в более широком смысле слова, как некоторое вообще постоянное обращение к Богу, некоторое постоянство умного делания. И не просто так все-таки говорится о том, что душа все время трудится в богослужебном молитвословии и в псалмопении не только как бы в тот момент, когда она именно осуществляет это действие физически, ну, то есть вместе с телом, но что, в принципе, душа христианская, душа верующего человека и душа монаха, который вообще, в принципе, посвящает свою жизнь Богу, она, по идее, как бы все, что делает, она делает при Боге во имя Его, то есть, может быть, тогда нам нужно расширить это понимание молитвы, да, не связывать это со словами или этапами, а посмотреть на эти этапы в более такой большой перспективе, в перспективе аспектов жизни монаха в монастыре, то есть вот быта в целом. Вот эту вторую гипотезу, ну, здесь гипотеза номер три, я в большей степени пыталась развить. Что получилось, да, ну, как бы в первом приближении, вот тоже Максим перестал такую вот замечательную схему, которая описывает примерно расположение, собственно, того, что составляет себя храм в монастыре, и в целом попыталась как-то немножко представить себе лучше, к какому времени сложилось монашество, как эта монашеская культура. Ну, вот к пятому веку, ко времени Халкидонского собора, монашество уже институционализировалось, в общем-то, достаточно устойчиво, насколько я поняла. То есть, к этому времени уже в некоторой форме отшельничества общежития были выработаны, и в частности, вот как раз-таки отмечается, что в Сирии и Месопотамии корни монашества уходят вглубь достаточно такого крайнего сильного аскетизма. И есть еще один источник для монашеской культуры, гипотетически, да, то есть неоднозначно, это манихейство. И еще, в общем-то, ну, до, да, интересующего нас периода, до жизни Осипа Хаза, и раньше, в пятом веке, уже мы встречаем вот как бы такую аскетическую, отшельническую культуру столпничества, которая, получается, она уже вот лежит в основе чего-то специфически характерного для сирийской монашеской культуры. И в качестве примера здесь приводят, значит, Семена Слопника, который с разрешения гуменосового монастыря, он как бы из этого монастыря, в общем, удалился и прожил в маленькой хижине. При нем 47 лет, и там вот в таком отшельничестве существовал. Это был, в общем, духовный путь. И другой аспект сирийского монашества, наряду с этим таким очень сильным аскетизмом, это аспект заботы, передачи знаний, наставничества, миссионерства. То есть, во всех источниках отмечается, что у монахов было очень большое усилие по обращению язычников, и сирийцы всячески способствовали распространению христианства, и момент ученичества в этом смысле становится здесь тоже важным. Вот это все как бы я пока черпаю в книжке Мейндорфа, и первую вот эту мою гипотезу про то, что мы можем пять этапов молитвы сопоставить с пятью этапами, я попробовала сравнить, но у меня ничего не получилось. Значит, что могло бы случиться? Да, вот сакраментальная часть евхаристической молитвы, если верить Мейндорфу, она сложилась к пятому веку практически во всех церквях более-менее единообразным образом. И там эти пять частей представляют вся следующая часть. Первое — благодарение и прославление или профатию за божественное домостроительство. Второе — пение свят-свят, в котором община присоединялась к ангельским чинам в прославлении святости Бога. Третье — анамнесис или упоминание креста и воскресения Христова, включавшее торжественное повторение установительных слов. Четвертое — эпиклеза или призывание Святого Духа на собравшийся народ и на предложенное хлеб и вино, придававшего молитве полное троичное измерение, то есть момент причастия. И пятое — ходатайство моления за живых и усопших. Эти части христической молитвы, как мне показалось, с этими пятью этапами в общем-то не соотносятся. Я сейчас напомню всем много раз обсуждаемые нами эти пять этапов, которые я здесь вот в табличку еще раз свела. Первый этап, где душа подобно сапфирует свет в небо, созерцание телесных или проницание чувственных природ не очень похож на специфическое именно... Мы можем соотнести это с домостроительством, с тем, что это тварный мир, как он нам доступен. Но дальше я уже, если честно, не увидел. То есть мне кажется, это такая очень сильная софистика, чтобы попытаться привязать эти этапы анафоры к остальным этапам. То есть второй этап душа зрима в подобии света кристалла и ум проницает умопостигаемой природы. Присоединение к ангельским чинам в прославлении святости здесь кажется, ну, может быть, возможным, но как-то вот ассоциация, мне кажется, здесь недостаточная. Ну, почему свет кристаллов должен быть подобен присоединению к ангельским чинам, мне лично непонятно. Дальше вот этапа намносис или воспоминания о кресте, где душа зрима в подобии огня, торжественное повторение установительных слов «Си есть тело мое, си есть кровь моя» мне показалось тоже как бы трудным для соотнесения. Да, эпикрезы или призывание Святого Духа и показывание красоты души в подобии солнца, мне кажется, тоже здесь не очень соотносится к месту превыше частоты ясности, потому что символическое и реальное, которое смыкается в момент причастия, оно здесь скорее не уносит нас от естества, скорее как-то целокупно позволяет человеку себя почувствовать. Ну, в общем, от своей гипотезы номер один про сопоставление этапов молитвы с пятиэтапами вот этого духовного устремления души, я от этой гипотезы отказалась. Но зато вторая гипотеза мне показалась значительно более продуктивной. А можно я пока первую гипотезу прокомментирую или после? Да, ну, можно, да, конечно. Потому что, когда вы сказали, мне наоборот поразила эта идея, почему она раньше не прозвучала. по-моему, это очень талантливо замечено. Может быть, мы будем не про сияние, ну, если говорить не про сияние, а про сааме созерцание, то какой один из ключевых, каково одно из ключевых состояния созерцания бестелесного для Осипа Хазая? Это кудаша, это прославление, это воспевание Тридцатой Песни. Да, это небесная кедуша в еврейской мистике, и это кудаша в сирийской традиции. То есть, человек в созерцании бестелесных присоединяется к ангельскому Трисвятому, а санктус, второй этап евхаристического канона, это воспевание Трисвятой Песни. А дальше, вот если брать ту схему, которую вы взяли с новой литургии Златоуста, да, из зимпийской традиции, то там непонятно, почему сошествие Святого Духа, да, прича, вот, соотносимое созерцанием Троица, очевидно, должно быть в этом случае, а дальше это будет идти молитва ходатайственная, а какая у мистика ходатайственная молитва, когда он выше Саверцанистой Троицы, уже не будет никакого ходатайства, но мы-то помним, что в анафоре Федора Мапсуистийского, да, и она, как Александр Анатольевич Ткаченко писал, она почти уникальна, какой-то еще пример из западной традиции приводил, но это вообще исключительный случай, в анафоре Федора Мапсуистийского интерцессио, ходатайственная молитва, она же помещена между установительными словами и между призыванием Святого Духа, это очень необычно, то есть уже воспоминается Тайные вечери, тело и кровь, уже все готовятся к тому, что сейчас самое случится страшное и торжественное, и тут он читает длиннющую молитву о всем человечестве, не только даже о всех христианах, а обо всем человечестве, вот, значит, поглощенным бедами и грехом, и помните, что Исаак Сирин пишет в Одинском трактате третьего тома, он отсюда выводит идею божественного милосердия, он говорит, что если бы в Боге милосердии не было выше справедливости, церковь бы не поставила молитву за все человечество в такое важное место, где, казалось бы, оно нарушает ход служения и общины, да, вот, воспоминания о Тайной вечере и призвания Святого Духа, и тут бац, это длинное ходатайство, и это анафора Федору Мусуистийского, которая значительную часть церковного года читается в богослужении Церкви Востока, и на который напрямую отсылает Исаак Сирин, выводя отсюда идею божественного милосердия, которая где постигается в созерцании суда и промысла, ну и вот, то есть получается, что если брать последовательность анафоры Федору Мусуистийского, получается как раз таки очень стройно, то есть, ну, допустим, прифатио и идея созерцания, вот, здесь, ну, можно соотнести, можно не соотносить, а дальше санктус и созерцание бестелесных однозначно соотносятся, для Иосифа Хазаия слышание Трисвятого и участие в Трисвятом это опыт созерцания бестелесных, да, как раз это переходит от визуального к идеальному, дальше идет, дальше идет, воспоминание о тайной вечере и молитва за все человечество и это можно соотнести с идеями двух этапов созерцания суда и промысла для Иосифа Хазаия и в одном случае это домостроительство Христа, а в другом случае это тайна божественного милосердия о всем мире, тайна судьб Божьих в этом мире, которые пристигаются во мраке в этом самом облаке звезд, которые невыразимы словами, только на этом этапе человек постигает любовь к Богу, а дальше еще выше этого Евхаристия это уже вхождение за завесу святого святых, причем Иосиф Хазаия описывает как огонь Евхаристию, и вообще у него тело и кровь Христа имеют мистический смысл, он говорит, что понять тайну крови пойми тайну тела, и для него это символ разных созерцаний, если верить Афрему Керкофеону из Керкофеона, и это тоже нужно изучить, то есть мне ваша идея как раз-таки кажется убедительной, может быть здесь мы не найдем отсылку к сияниям, но то, что движение мистика может осмысляться со структурой Анафары, здесь точно есть о чем задуматься, потому что он часто отсылает к тайне тела и крови, потому что для Исаака Сирина молитва инцерцессио, помещенная перед эпиклезой, имеет принципиальное значение для обоснования милосердия, а это есть тайна суда и промысла, это есть та самая завеса ведущего святоя святых, на которой начертаны все судьбы мира, а здесь это молитва за все человечество, мне это представляется совсем не бессмысленным, даже если это не объяснит сияние, это очень по-моему это очень талантливая идея, это прозрение я думаю с вашей стороны. Можно я тоже дополню здесь немножечко свое замечание, не могу удержаться, вот, значит, вот как раз вот вы взяли там Мендорфа, а можно было взять Максима Исповедника, у него ведь как раз есть вот тоже ваша идея, там прослеживается в мистогогии, он там как раз берет литургию, всю эту службу, и последовательно рассказывает, вот что означает вход священника, что означает там вот эти глазы, и как раз умозрительные созерцательные точки зрения это рассказывает, вот именно как восхождение духовных состояний, и там вот эти все пять состояний, которые есть у Иосифа хозяев, они все там прослежены, именно с точки зрения созерцательной, понимаете, и вы можете там вот если возьмете места губер, в следующий раз может быть, да, то вы там найдете вот все эти параллели световые. Спасибо. Виктор, это правда очень интересно, потому что я вот в этот источник не заглядывал, но я действительно, я здесь как бы честно говорю, что... самое интересное, что вы это как бы независимо начали делать, да, идея к вам такая пришла, видимо, не случайно, вас, наверное, ангел какой-то ведет, просвещает, и то, что Максим Исповедник вот эту тоже идею реализовывал, но он ее реализовывал немножко, так сказать, в другом аспекте, а вот в параллелях световых вот это вот вы найдете там тоже у него, вам легче будет тогда понять, как параллели ясно, спасибо большое, я тогда теперь перейду к своей второй гипотезе, которая вот мне по наивности моей показалась более убедительной, хотя может быть теперь все вообще не так, но все же моя вторая гипотеза была параллель между бытом монашеским как бы в монастыре на всех этапах и вот этими пятью ступенями описанными Хазаи, и здесь я на основе жития вот Иосифа Бусная эти этапы сейчас коротко как бы опишу, то есть первый этап это послушничество собственно то, что связано с физическими трудами, работами в поле прежде чем монах примет постриг он должен 50 дней согласно уставу сначала упражняться в тяжком трудном суровом труде закладывая тем самым фундамент стойкости того будущего здания где он уже сможет дальше этот физический труд уже ну как бы не только к нему все сводить а тем самым докажет самому себе и другим что он действительно помысел его серьезен да и дальше он в общем-то принимает уже постриг и как это описывается да значит это бдение и евхаристия да то есть с вечера до утра ты будешь находиться в строю братья и займешь свое место в храме упражняясь в молчании словословия и молитве и вот это вот упражнение как раз в молчании словословия и молитве это в общем первый опыт как бы перехода уже к душевному мне кажется деланию ты будешь каяться творить земные поклоны во время переношения святых даров будешь стоять у входа в алтарь в бдительности и страхе божьем ибо в час он и обретешь ты дар святого духа и благодать сыновства посредством которое имя твое будет начертано вкупе с именами святых детей света и дальше Иосиф Бусная описывает что после уже принятия пострига пробыв некоторое время в монастыре монахи понимали что они ну кто-то больше скажем расположен к одному кто-то к другому и кто-то мог выбрать для себя путь труда в большей степени ну это может быть на более раннем этапе сосредотачиваться на все-таки таком физическом служении обеспечении жизни монастыря работать больше в поле виноградниках кто-то в большей степени шел по пути учения присутствия в церкви работал с книгами с их переписью ну то есть здесь одно как бы другое не исключает да ну я просто типологически описываю это как типа занятия ну и в общем-то другой путь которому тоже не все были готовы не все настроены это путь безмолвия отшельничества молчания в келье некоторые избирали для себя этот путь и вот собственно в этом фрагменте из «Жития Иосифа Бусна» более подробно речь идет вот о первом году уже пути безмолвия мне кажется это для нас как раз самое здесь интересное и вот фильм который я смотрела он меня навел если честно на размышления о том насколько как бы созерцание вообще того что происходит то что видимо в монастыре насколько оно в общем-то в силу определенной такой топонимики как бы расположения разных мест сколько оно может оказаться вдруг здесь здесь сопоставимо ну я сначала дорасскажу про житие да вот что из себя представляет уже первый год монашеской жизни есть некоторый уклад который необходимо по мере сил воспроизводить постоянно с утра до 3 часа усердствовать чтение нового завита завета то есть чтение земные поклоны затем служба 3 часа молитва благодарности и земные поклоны затем чтение книг служба 6 часа скорбная молитва исповедания в слабости сохранения бдительности снова чтение служба 9 часа слезы таинства которые описываются как переживание такого очень сильного стыда и беспредельного смирения то есть это самое надо посмотреть будет что в рукописи, но что в сирийском тексте в оригинале, да. Таинство жестокого стада звучит устрашающе. Звучит страшно, но это как бы переживание такого самого интенсивного, наверное, эмоционально страстного отпускания через слезы чего-то. Да, но если учить, что девятый час – это час смерти Христа, где сейчас, возможно, это связано. Да, там упоминается, что это час смерти Христа и вот как бы переживание опыта благодати. Ну, или, может быть, не знаю, опыта, неопыта. Но, в принципе, мне показалось, что вот эта служба девятого часа, она как раз смыслово соотносится с завершением Евхаристии, которая как бы, если монах находится в келье, которую он, в общем-то, ну, не со всеми остальными не проживает. Ну, и дальше интересно очень замечание о том, что после этой службы рекомендуется еще немножко заняться телесным трудом, там, или что-то приготовить. Это интересная ремарка, мне кажется, не напрасная. И вот, собственно, что у меня получилось, когда я решила соотносить эти ступени Иосифа Хазаи с описаниями вот жизни и быта в монастыре. Первый этап, который у нас используют метафорику сапфира и цвета неба, причем мы помним, что Иосиф Хазаи говорит, что эти два подобия связаны друг с другом. Они оба отсылают нас к чувственному опыту, но сапфир и цвет неба – это два разных образа, но они связаны. И я подумала, что здесь, если мы возьмем этот физический труд в поле, что, с одной стороны, пока человек обращен на Землю, он, собственно, этот труд совершает, он демонстрирует очень большую твердость. И как бы красота его усилия, она как бы не в неприглядности того, что он черновую такую работу совершает, а именно вот в его упорстве. Но при этом, в чем он может находить утешение? Он может находить утешение в том, когда он, как бы, ну, не прекращая эту работу, а на миг, как бы, опомнившись, может посмотреть вверх на небо и увидеть его, и вспомнить, ради чего он все это делает. Зачем он, как бы, горбатится, да, часами, там, в какую-нибудь еще ужасную, возможно, жару, и что-то там вспахивает и возделывает или поливает. То есть, как бы, я попыталась это просто со стороны, ну, опыта описать и подумала, что, может быть, здесь подобие души, сапфируется это небо, в таком, как бы, обиходном смысле ассоциируется с твердостью, но с взиранием на небо. Второй этап, который уже соотносится, скорее, уже с постригом, да, с вхождением в храм, с его принятием, где, как мы помним, душа зрима в подобии света кристалла и обращена к бестелесному, к умопостигаемому, и приходит к месту чистоты. Здесь у меня, если честно, я думаю, вот это, это, наверное, слабое, самое слабое место в моей интерпретации, но оно было вдохновлено именно фильмом, а также тем, что я стала изучать вопросы о том, какого цвета вообще было изготовлено стекло. И вот оказывается, что самое древнее стекло, которое 15 веков до нашей эры уже изготавливало в Египте, оно было как раз синего цвета, что, как бы, ну, стекла могли быть синими очень легко, вообще-то говоря, если они, в принципе, были. А я просто в фильме увидела очень яркий голубой свет сквозь окна храма, и я подумала, что, может быть, вот как бы тот образ неба, который был, пока это был труд в поле, здесь уже он воспринимается иначе, и подобие света кристалла, может быть, это уже как бы подобие того, что вот было некоторое там вот это твердое усилие, а теперь становится ясно, что, в общем-то, точно такое же усилие, ничуть не менее слабое. Но не делание телом, а делание душой теперь, как бы, монаху предстоит. И дальше я, как бы, ну, продолжила соотносить образы, которые мы встречаем у Хазая. Третья вот эта ступень — душа зримая в подобии огня. Ясность, там упоминается благоухание, охваление, да, и третий, четвертый этап связан с местом и промыслом. Да, и вот мы приходим к ясности. Ну, я сейчас, как бы, может, уже который раз это пересказываю, но все-таки здесь мне показалось, что на уровне такой бытовой феноменологии жизни в монастыре есть очень понятный физический эквивалент. Это свет лампады, отраженный в иконе, перед которой ты стоишь, потому что это очень похоже, и запах благовония ладана, и, собственно, то свечение иконы, на которую ты взираешь, которое не есть, в общем-то, там, сам огонь, а есть его некоторое отражение. И сама, как бы, душа здесь все еще зрима в том, что, как бы, вот во всех трех случаях, пока монах, как бы, сам себя показывает другим, он, в общем, трудится. И вот здесь вот эта первая, как бы, молитва и те занятия, которые, которыми, ну, описывается жизнь в монастыре, изучение писания, служба, молитва, ну, как бы, взирание перед иконой, обращение, искание вот этой встречи с Богом, они вот так, как бы, могут в этом огне каком-то устремленности, в воспламенении, желании приобрести уже этот, вот, собственно, сам опыт встречи, которая, как бы, пока все еще, как встреча с Богом, может быть, еще не переживается. Ну, я не знаю, конечно, но вот мне показалось, что эстетически это какие-то близкие очень образы, да, благоухание, хваление, подобие огня, и вот этот отраженный свет лампады, иконы Эллада. Дальше мы помним, душа показывает свою красоту в подобии солнца, восходящего на тверде сердца, и пребывает вместе превыше чистоты и ясности. И здесь, по сути, если мы к этому приходим, это уже выбор монахам жизни в отшельничестве, как мне кажется. И тогда световой образ — это уже, как бы, не видение того света, который естественный, который, в общем, там, в поле, который, там, в библиотеке, а это очень всегда очень тонкий, очень мягкий, рассеянный свет, свет свечи или лучины, при чтении в келье, при свете, там, этой свечи или лучины, да, и, собственно, то, что переживается здесь, это вот, ну, труды чтения, молитвы, псалмопения и плача. И вот мне кажется, что красота души, она вот в этом уединении и показывается впервые, когда здесь не душа зрима еще другим, а более старшим, там, монахам, настоятелю монастыря, где, в общем, монах все время показывает, что вот моя душа готова к духовной жизни. А здесь он уже никому ничего не показывает, он, как бы, сама его душа ему, самому становится явлено, когда он наедине с собой переживает плач, раскаяния, снова обретения, как бы, какой-то твердой опоры. И вот это, как бы, собственное переживание здесь описывается в подобии солнца, восходящего на тверде сердца. Еще я подумала, что здесь действительно есть какой-то переход от визуального к аудиальному, ну, к голосу, потому что, ну, вот, у меня почему-то псалмопения ассоциировалось с этим солнцем, почему, как бы, трудно объяснить, но, может быть, я потом покажу. Вот, и последнее, собственно, безвидный свет, созерцание троицы вместе с совершенствами, неизреченное изумление, описанное хозяей. В общем-то, как мне кажется, это, ну, как бы, тишина и сумра келей, которая на уровне, как бы, опять-таки, какой-то феноменологии бытовой может связываться с таким обретением спокойствия, с дыханием, молчанием, может быть, даже блаженным сном. Там вообще со сном очень интересно было, если верить рекомендациям. Монах не мог себе позволить роскоши спать вообще, как сколько-то удобно. И спать горизонтально ему очень не рекомендовалось. Спать желательно было сидя, прислонив спину к стене. То есть даже этот, как бы, сон такой, вот, казалось бы, дискомфортный, обрести в нем, мне кажется, совершенно покой можно было лишь тогда, когда было ощущение чистой совести ненадолго заснуть перед очередным, как бы, циклом деяний вот этих, как бы, такого духовного движения. И в конце своего вот этого сообщения я хотела бы показать вот эти кадры из фильма, которые меня на вот эту всю вторую часть, да, схемы и навели. Дело в том, что много есть очень образов, кадров неба. Это одни из открывающих кадров, в принципе, природа здесь, в общем-то, важна. Да, и вот здесь мы видим монах, который трудится в поле. Постриг. Много раз в фильме просто фигурировала в буквальном смысле подготовка монахов, когда они обревают волосы. Но фактически, конечно, это перехождение в храм. И тот свет, который мы видим, очень светлый свод до храма, через, как бы, солнце, проникающее у него через окна, да, через стекло. А вот этот третий этап, который я так сассоциировалась, ну, который описывается у Хазая через горение, который я ассоциировалась там с ладаном, иконой, и светом у алтаря. Вот, собственно, вот эти синие витражи, ну, которые меня навели на эти все мысли. Вот, и далее монах, читающий уже в уединении, да, мы понимаем, что чтение — это, в принципе, основное занятие, которому нужно, которым нужно, как бы, себя направить в келья. И вот, собственно, тот уже, как бы, угасающий свет, который, ну, практически во тьме светит, да, догорающая свеча, ну, и, собственно, единственный звук, кроме, ну, каких-то там шорохов, не знаю, иногда обрывков голосов и каких-то там, ну, естественных звуков шумов, вот, кроме шумов, единственное, что фигурирует в этом фильме, пожалуй, это звучание колоколов. Ну, вот у меня сейчас не получилось его воспроизвести, но, возможно, как бы, в некоторой мерности, да, и темпоральности жизни, и цикличности времени, которые происходят в монастыре, как раз-таки это отмерение времени, ну, там, в общем-то, становится и важно, наряду с песнопением, молчанием. Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Ну, ведь я не знаю, в итоге, какая из гипотезов окажется продуктивнее, или, в принципе, они обе частично удовлетворительные, частично неудовлетворительные, но, может быть, это было, ну, такое, интересное погружение в жизнь. Как обычно, Катя, вы, завершая этот путь, вы открываете источники в пустыне, да, проходя долины плача, они открывают в них источники, потому что, ну, вот, опять же, я не совсем могу согласиться в реконструкции, то есть, ну, в частности, у нас нет икон, да, у сирийских монахов, нет иконографии в церкви Востока, крест это единственное, ну, и сейчас даже в сирийскую церковь, если мы придем, в храм, в церковь Матмари в Москве, мы не увидим там икон, ну, насколько я понимаю, иконографии нет. В Турабжине, ну, вот, у западных сирийцев есть, хотя тоже в Турабжине там она своеобразная, и, скорее, там, такое сильное католическое влияние, потому что в Медиате. То есть, нет иконографии в церкви Востока, но что касается связи монашеского быта с духовным опытом, вот то, на чем вы настаиваете, да, я сейчас, слушая вас, решил снова обратиться к тексту из «Послания о трех степенях», и, кстати, было бы здорово сравнить Иосифа Бусная и «Послания о трех степенях», я вам тоже русский перевод пришлю, вот, неоконченный, но по большей части, Андрея Пономарева. Угу. И вот в свете ваших слов я по-новому вижу эти тексты, Иосиф Хазая описывает там многие вещи, которые мы разбирали на семинаре. Вот он говорит, как только восходит заря, вот он говорит про зарю, да, опять про солнечный свет, который, значит, свет, который красным и желтым заливает все. Он говорит, собери свои мысли, чтобы у тебя возгорелся огонь любви к Богу. То есть у него пробуждение начинается вообще с огня. Он описывает схему жизни монаха, вот, правда, очень похожую на то, о чем вы говорите. Причем такое чувство, что в обратном порядке. У него самые потрясающие мистические описания, связанные с утром, а вечером после девятого часа он занимается едой. Он перед крестом вкушает трапезу, ему нужно насыщать тело и насыщать душу, но он скорее находится в чувственном мире, но соотносит себя с самопостигаемым. Как будто бы это некий символ второго естественного созерцания, когда и чувственное, и мы постигаемое вместе. И он говорит, что человек, который вкушает пищу без благодарения, похож на скотину, значит, ну это Юлия Фурман тоже часто отмечает, как любят сирийские авторы, образы сельскохозяйственными. У Йоханна Барпенкая говорит, что народ похож на скот, бояра, потому что незаконно для них, небеззаконие. То есть им вообще все равно, когда он описывает нраву своего времени. И он говорит, что ты, если будешь есть и не будешь благодарить, ты будешь тоже как бояра, как скотинка. Ну, значит, это все вечером. А утром, вот он как начинает описывать с момента пробуждения, он говорит, «Когда загорается заря, пусть омоют руки свои и совершает поклонный кресту, пока не соберутся помыслы его от рассеянности и согреваются огнем любви Господней, обращаясь к Господу тихим голосом, со скорбными слезами, с такими словами, Боже, удостой меня, чтобы ум мой насладился помышлениями, сукали, домостроительства сына твоего возлюбленного, Господь нашими покрывало страстей, лежащие на лице ума моего, и разожди твой священный огонь в сердце моем, да проникнет ум мой в глубину сотворенного чернилами тела Писания, и увижу я просвещенным взором души священное таинство, сокрытое в благовестии твоем, дай мне, Господи, по благости твою, удостой меня, по милости твоей, да не отходит помощь твоя от сердца моего ни днем, ни ночью, дабы у него с утром, с восходом солнца, сразу огонь, который горит в сердце. И этот текст вообще он получил распространение из-за пределами восточно-сирийской традиции, как молитву перед чтением Писания. Вот нам Александр Преображенский об этом может рассказать, то есть этот текст он получил отдельное вообще хождение. То есть видите, у него здесь сразу эти сукали, у него помышления, у него то, что связано с уровнем простых помыслов как минимум, и у него уже этот огонь, который горит в сердце. А дальше вот он говорит, приложи Евангелие глазам и к сердцу, встань перед крестом на ноги, говорит о совершении поклонов, говорит о размышлении, глагол «меграг», «меграг» у него используется, которое у слова «герга» происходит. И дальше, что он говорит, что через чтение, ты проникаешь в тайну, сокрытую от веков и родов. То есть это вообще он говорит прикровенно даже о созерцании, о постижении тайны домостроительства Христа. А дальше он говорит еще о несказанных благах, которые Господь Бог дает после воскресения из мертвых. Это получается то, что соотносится с созерцанием тайны будущего века. А дальше он говорит о чтении псалмов и говорит о том, что чувственное – это причина умопостигаемого, что ни в нынешнем веке, ни в будущем веке человек – это не только тело и не только душа, но это единство тела и души. И он говорит о том, что ложь, утверждают те, кто считает, что достаточно воспевать телом, нужно воспевать телом, и чтобы из этого зуммара рождалась гулала. И тут мы вспоминаем то, о чем мы говорили из книги «Вопросов и ответов», что есть зуммара и это служение во дворе святилища, это всякие обряды храмовые, ветхозаветного храма, а есть гулала и это уже соучастие с ангелами. И он это к псалмопению монаха ежедневному, он с ним это соотносит, это то, что происходит дальше после чтения Евангелия, до времени третьего часа. То есть, смотрите, он начинает с описания огня, говорит о постижении тайны домостроительства, о тайне после воскрешения мертвых, как будто бы он прикровенно говорит о созерцании Христа, потом прикровенно говорит о созерцании будущего века, потом прикровенно говорит о гулала, с которым человек вступает за завесу и приобщается ангельскому пению, потом говорит о зуммара, то есть он как бы ведет нас сверху вниз, наоборот, а заканчивает он все вкушением пищи, в котором человек не должен забывать благодарить, то есть о чувственном опыте, но за которым должен стоять и опыт умный. И еще до этого у него будет рукоделие. То есть получается, что он как бы в самом деле он соотносит жизнь в Келли с этапами созерцания, и даже использует визуальные образы, и он ведет, но только в обратном, получается, порядке. От рассвета до заката он ведет нас от мыслей о созерцании Христа до мыслей о постижении чувственного и того, постигаемого, что за ним стоит. Мне бы это в голову не пришло, если бы вы не сказали об этом. И, может быть, вы сравните описание из «Послания о трех степенях» с текстом «Ойсифа Бусная». То есть это разные традиции, хотя «Ойсифа Бусная» — это синтетика, это ученик «Ойсифа Хазаи» и Исаака Сирина. Я думаю, что вот этот момент можно соотнести. Вот, и наложить это на вашу схему. Нельзя ли сделать небольшую ремарку? Я просто заслушался и боялся уйти от вопросов, которые хотел задать. Вот говорилось о монастырском житии, да? Но ведь, собственно, рассматривался… Ну, я просто, если будет позволено, задам не то, что два вопроса, а ремарки. Просто монастырь, который мы знаем, монастырский устав, монастырское житие, не скит, а отшельничество, да? А именно монастырь создал Пахомий, Пахомий Великий, правильно? В Египте. Он привнес туда много… Ну, как я, я как бывший лимитанслушатель, он много пришел, привел оттуда из, так сказать, своего военного прошлого. Он был римским, так сказать, легионером, лимитаном, да? И вот это вот… Вот эти вот наложения, это как, не знаю, заступление там в наряд, наложение там определенных обедов, заутренний, все такое, что даже монахи, следуя друг за другом, должны определ… Ну, там прописано у него, что на определенном расстоянии друг друга должны быть. Вот тоже вот это вот удивляло больше всего. Другое… И как… Сирийский тип монашества, он же отличался, это типа чисто отшельничество или все-таки общежитие со своим уставом. Вот это вот интересно. И, как бы, чтобы не забыть по поводу, так сказать, очень мне было интересно послушать, да и всем собравшимся, по огонь и свет, это ваша ремарка. Это меня отнесло… Я просто не совсем согласен с… Лидовым. Лидов создатель так называемого, может, вы слушали, иеротопии. Вот это иеротопия… Вот это отсылает к этой… как раз к иеротопии. И чтобы не отдаляться, как известно, именно возвращаясь к нашему, к сирийскому контексту, проблема в том, что… Не проблема, а пророк Мухаммад, как известно, будучи еще маленьким мальчиком, отправлен… Ну, как уже подростком, отправлялся с караванами… Ходил с караванами из Йемена через Мекку в Сирию. В Сирии он познакомился именно с вот этими пустынножителями, сирийскими. И вот то, что вы говорили про свет, я бы хотел привести, прочитать, ну, русский перевод, Сура 24, Ан-Нур, свет. Можно? Угу. Она совсем короткая. В переводе Магомеда-Нури-Асманова. Аллах – свет небес и земли. Его свет словно ниша, в которой светильник, заключенный в стекло, подобное жемчужиной звезде. Светильник возжигается от благословенного оливкового дерева, который растет не на востоке и не на западе. Масло от его плодов загорается почти, почти что без соприкосновения с огнем. Это средоточие света. Аллах направляет к своему свету того, кого пожелает. И Аллах приводит людям притчи. Аллах ведает о всем сущем. И как бы, вот это интересно, потому что, если верить Сира, пророку Мухаммана, сирийский монах Бахира, предсказал, если не сказать, что там благословен, но предсказал пророку Мухаммаду большое будущее. А что он еще сказал? Не по контексту. Он сказал беречь его от ебреев. Вот это интересно. А вот по поводу иеротопии, я извиняюсь, если... то есть определение иеротопии, если можно так сказать, это создание конкретных сакральных пространств, рассматривая как особый вид творческой деятельности, а также специальная область историко-культурных исследований, в которой выявляются, анализируются примеры данного творчества. Результатом иеротопического творчества, как правило, являются церкви и святилищи, но могут быть также сакральные варшавты, архитектурные комплексы и даже города и страны. Я сам немного... я сам немного не согласен с этим. Ну, как бы, примером для Лидова иеротопии это начало построения всего вот этого. Начинаем с неополимой Кутеми. И он выстраивает, что вот все идет от этого дальше. Да, вот сейчас хочется это синтезировать. То есть, да, вот и вынеслась на Лидов. То есть, как у нас конкретно... То есть, у нас, во-первых, как сакральное пространство осмысляется и разграничивается, и, во-вторых, как оно связано еще с мистическим пространством, да, в месте, которое не место. Явно то, о чем Катя говорит, должно иметь место. Вот даже если брать хождение, которое предшествует вхождению во Святое Святых Сердце, это... Понятно, что ветхозаветный кодильный алтарь, который перед завесой Святого Святых, но для читателей Иосифа Хаза это хождение на Литургии должно было быть более повседневным. О чем вы, как раз, Катя, сказали, да? Вот, когда вы сказали про Благолухание, для него это было более очевидной повседневной реальностью, да? И, опять же, алтарь с жертвенником, то, что у нас соответствует престолу, как образ понятный Святого Святых, где пребывает Христос как первосвященник. Этим образом, монаху тоже должны были быть понятны. И, пусть у нас нет икон, но зажигание огня для богослужения, это тоже образ понятный был из монашеской повседневности, да? То есть, ваша-то мысль, что эти все образы должны были соединиться. И здесь, похоже, складывается картина. И вместе... То есть, то, о чем я говорю в случае с Осипом Хазаи, опять же, я все норовлю в теорию столкнуть. В смысле, что он говорит, что он точно соотносит жизнь монаха в Келье с высочайшими вещами в своем духовном опыте. Причем он обращается монаху, который, видимо, этого опыта еще не имеет, да, допустим, в том числе. Но когда он говорит, то есть, он говорит монаху, что ты от зумара перейдешь к вулала, да, я тоже, я снова не считаю эти термины, да, от зумара к вулала. И вот, ну, всегда читали мы это место в послании о трех степенях, ну, понятно, что есть зумара, понятно, что оно связано с глаголом заммара, воспевать, и псалмы воспевать, и мазмура – это псалом, а вулала – это хваление. Ну, и понятно, от воспевания ты переходишь к хвалению. А если перечитать книгу «Вопросов и ответов», вот для него вулала – это замирание перед божественной сущностью, ты понимаешь, что для него это мистический опыт, невыразимый, за этим словом стоит. То есть он в послании о трех степенях описывает опыт монаха, и, очевидно, не все читатели Иосифа Хазаи понимали, что стоит за этим. Он описывает ему страшные тайны, для его системы это страшные тайны, но он описывает таким языком, за которым это может не считаться. Ну, понятно, за чувственным словословием следует духовное. То есть он явно, монашеский быт, начинающего подвижников Келли, соотносит со всеми этапами созерцания. То есть тут-то вы правы оказались, Катя, что он делает такое соотношение. Но опять он как бы как жемчужину зарывает землю, чтобы ее нашел в свое время. Он явно скрывает какие-то вещи, описывает эти этапы. И явно вот у него созерцание Христа, и огонь, и Зумара, и Хуала, он явно пишет для человека на душевной степени, но пишет о тайнах, которые есть на духовной степени. То есть он это делает, и вот я по вашей наводке нахожу на эти мысли, и на этом уже успокаиваюсь, что вот есть это соответствие. Но вы ищете буквального соответствия зрительных образов, буквального источника языка. Поэтому здесь нужно в самом деле дальше копать. То есть с литургией точно соответствие есть. С худашей и с ходатайством за весь мир. Явно есть соответствие с местом ясности и созерцанием суда и промысла. С кругом монаха Келиота явно самого севхозая делает соответствие. То есть обе ваши гипотезы оправдались в этом плане. А что касается конкретного соотношения разных видов сияния, вот тут нужно дальше нам копать. То есть может быть действительно надо понять, что было со стеклами, надо понять, что было с огнем, но ясно, что они огонь-то использовали, да, и сжигали его. И опять же ясно, что самое-то главное происходит ночью во время бодрствования монаха. И восьмхозая побуждал монаха к бодрствованию. То есть это то состояние, когда он с огнем находится, когда он находится, когда он находится с лучиной. И вот если здесь такое соответствие, вот это, об этом хочется думать дальше. То есть нужно, вот это, вот это нужно, нужно выяснить. У огненных то образов будет нас немало, а вот кристалловидное сияние и цвет сапфира, откуда могли ли здесь быть источники бытовые, а не библейские или апокрифические. Вот об этом надо думать дальше. Да, в самом деле. Откуда берется сапфир у человека, ну вообще трудиться в поле, в Ираке, это дело неблагодарное. Там страшная жара, конечно, и тяжело, очевидно, было монахам заниматься земледелием в этих условиях. Ну, они, допустим, жили севернее, наверное, для Мариосифа это район Карду, это юго-восточная Турция. Тем не менее, то есть, был ли там опыт, могли ли они оттуда подчеркнуть этот источник сапфирового сияния, небесного сияния, и опять, что стоит за цветом сапфира и цветом неба. То есть, ясно, что так Евагрий говорит, сапфир или небесный цвет. Иосиф Хазая говорит, эти состояния связаны друг с другом. Что? То есть, он, видимо, как-то их ограничивает. Что имеется в виду тоже? Не может быть, что он играет. Если вы сказали про то, что можно будет спать солнечный, это очень похоже на то, что как бы в чем явлена красота драгоцального камня. Он играет на свету. И он как бы тверд и огранен. И как бы сохраняет свою форму, несмотря на какие-то воздействия. То есть, он не рассыпается от малейшего какого-то удара, он как бы действительно какой-то стойкостью обладает. И что как бы если мы представим в себе, я исходила, у меня интерпретирующая, такая метафорическая логика здесь, что как бы человек, который долго трудится, ему нужно очень большое усердие и усилие. С другой стороны, как бы то прекрасное, что он может видеть, но если земля, например, сушена, и пыль, то есть вот эта земля может усыраться с грязью, с тем, что он ради этого как бы только страдает, потеет, пачкается, такой тяжелый труд. А, собственно, то прекрасное, к чему он может обратиться, чем увлечься, что он напомнит о Боге, это небо. А он сам здесь оказывается сам этим как бы сапфиром, который как бы со стороны в этот момент думает, вот, ну вот наставник монастыря, он, наверное, вот смотрит, взирает на меня, и может он как бы радуется, что я, в общем, старателен и не унываю, как бы продолжаю уповать, войти в храм. Ну вот у меня как бы такая была логика. Но почему образ сапфира на самом деле все равно большой-большой вопрос. Есть еще один метафорический здесь тоже ход, который напрашивается добывание воды для монастыря. Ну, потому что кроме возделания полей, то, что в фильме активно показывалось, что все-таки, да, мы еще должны воду принести. Это тоже как бы, когда я думала про то, что еще бывает в природе, кроме неба голубого, понятно, что второе, если не первое, это вода. Ну вот, что здесь как бы подобие какое-то может быть. Здесь же не говорится вот в этом вроде как отличие, что душа подобна сапфиру, но сапфиру как бы самому не цвету сапфира, она подобна сапфиру и цвету неба. И они святы друг с другом. А потом из Дрима в подобии света кристалла. То есть тут как бы явно не может быть буквально тогда света. Разумеется, то есть это не буквально, да. Можно я добавлю здесь? У меня вот другое впечатление немножко. Смотрите, значит, монашеский быт, он построен, значит, на основе трех этапов деланий монашеских телесное, душевное и духовное. И вот первый телесный этап проходит под палящим солнцем, когда солнце выжигает страсти. Вот. И, значит, когда послушник, который он только пришел в монастырь, он еще полон мирскими страстями, и вот работая под палящим солнцем, он их выжигает в терпении, в труде, понимаете. и небо здесь ни при чем, здесь палящее солнце скорее важно. И, значит, а, значит, ему, когда он выжигает страсти, значит, тогда он начинает сосредотачиваться внутри него, внутри его сердца, понимаете. И вот тут начинается уже второй этап, это чтение, это размышление, это, значит, молитва, вот псалмопения, это уже начинается душевный труд, и когда монах постепенно сосредотачивается внутри себя. А первый этап, он нужен еще для того, чтобы, почему послушание, потому что нужно, чтобы монах отсекал свою волю и подчинялся воле своего духовника, старца, понимаете. А это очень важно, отсечь перед Богом свою волю через старца. Вот. И это самое сложное, самое сложное. и, значит, все, значит, подчеркивают отцы, что вот пока не отсечешь свою волю, не ссижаешь внутри молитвы. И что такое цвет сапфира? А цвет сапфира, его, где-то подчеркивают, небесный цвет, это бесстрастие, бесстрастие сердца, понимаете. Вот где, понимаете, и весь быт монастыря построен на то, чтобы монах сначала, значит, выпалил все свои страсти в труде и послушании, а потом начал сосредотачиваться внутри себя, отвлекая свое весь ум от всего внешнего. Поэтому в сирийских монастырях нету ни икон, нету ничего, что отвлекало бы. Как говорит это, не слушай пение птиц, помните, даже это отвлекает. Все эти душевные утешения, стихи там какие-то красивые, птички поют, деревья красивые, на небе облачка красивые, это все отметается у монаха. Его задача уйти внутрь. А как он уходит внутрь? Через чтение писания и бодрствование ночами. Вот у монаха утро начинается во сколько в сирийских монастырях? Наверное, как везде. 9 часов это 3 часа по нашему времени. 0 часов начинается в 6 утра. Вот. Ночью они не спят. Ночью они бодрствуют. Ночь это время сосредоточения. Когда нету солнца, нету неба, ничего не отвлекает. Все внешнее уходит. А остается только внутреннее сосредоточение внутри. 3. Понимаете? Вот это уже на душевном этапе. А когда начинается духовный этап, да, а еще вот тут вопрос задавал молодой человек по поводу Пахомия, да, и по поводу скитов, и там все прочее, да. Смотрите, чин монашества был дан Пахомию ангелу. Ангел пришел и сказал ему, как построить монашество, как молиться, где должны стоять монахи, как там одеваться, все это было сказано ангелам. И Пахомий это все исполнил, и этот уклад монашеский был передан из Египта потом всюду, и в Сирию, и в Византию, везде. Вот. А по поводу скитов, смотрите, пока монах это самое не достиг бесстрастия, не попалил в трудах и в солнце свои страсти, он живет в братстве. Потому что только сталкиваясь с братьями, он видит свои страсти, он видит свою гантыню, он видит свое тщеславие, он видит вот эти душевные силы, раздражения, гнева, желаний своих, похоти своих. Это когда сталкиваются как это самое два жернова, между которыми истирается вот эта муку все. И когда уже он это все истер в муку, когда страсти умолились и когда у него появилась внутри в сердце непрестанная сердечная молитва, творимая Святым Духом, вот после этого он удаляется в отширничество, в скид, где он живет один. Безмолвие, о котором пишет Исаак Сирин, это только тогда возможно, когда уже есть внутри непрестанная сердечная молитва, о которой он постоянно говорит, как о непрестанном памяти, не о Боге. Вот тогда человек удаляется в одиночество, и тогда он живет один. Если он сделает это раньше, если он уйдет в одиночество до того, как у него Дух Святой внутри, в сердце творит молитву и руководит его действием, учителем его является, если он уйдет раньше, то он просто погибнет в прелести. Извините, Виктор, я бы здесь наверное еще уточнил, что для Иосифа Хазаи и Иосифа Буснаи и Дадиша Катарский описывают в соответствии с схемой Хвами изложенной, которую мы часто частично вспоминали на семинарах, они описывают еще воспитание, когда на несколько дней затворяется монах, и вот устав Авраама Кашкарского подразумевал встречу на воскресном богослужении и большую часть недели нахождения в кельях. И там как раз Дадиша Катарскому приходится объяснять, почему Аврааму Кашкарскому не понадобилось безмолвие семи недель, а мы тут значит его практикуем. Он в соответствии с привычным допусом говорит, что тогда-то были люди вот какие, а мы уже не такие, мы сейчас уже слабые. Иосиф Бусная тоже это говорит, что тогда-то при Иосифе Хазаи было так, а мы сейчас уже у них была техника воспитания человека, подготовки его к безмолвию. То есть они люди, первые опыты безмолвия в келье получали даже до достижения этого ощущения действия Святого Духа именно в качестве постепенной подготовки для того, чтобы постепенно возгреть это в себе. Ну, в соответствии с словами Исаака Серина, что ты не сможешь дождаться полного успокоения помыслов, ты тогда никогда не помолишься. И они начинали вот это удивительно. Опять же, эти тексты, к сожалению, пока не доступны на русском. Да, вот есть черновой перевод Ксюши первого трактата Безмолвия Диши Катарского, есть черновой перевод Андрея Пономарева для послания о трех степенях, и есть, значит, перевод с французского Веси Буснае. Надо довести эти тексты до ума. Во всех них описывается вот эта педагогика, подготовка человека к опыту жизни в Безмолвии, как они воспитывали, когда духовник мог разрешить уже не неделю, а две недели, точнее, не разрешить, а побудить, потому что монаху было непросто это делать, он скучал. Вот это очень интересно тоже само по себе. Но вот в случае с Катей, да, то есть, как раз-таки эта схема не вызывает сомнения, но Катин-то вопрос, откуда они берут образы, почему он описывает бесстрастие через сравнение с Акфиром, а не с чем-то иным, почему недостаточно было небесного цвета. Только ли это дань Евагрию, а у Евагрия дань с Акфировому помосту, описанному в книге Исход, или что-то еще, да, вот в этом Катин вопрос. То есть, Катина как раз не подвергает сомнению эти особенности монашеского быта, а вопрос возникает относительно источников языка. Да, вот Надежда Волохович написала, что это звучит как сказка, но я не вижу ничего плохого в сказке, потому что сказка это тоже язык. Но ясно, что в месте ясности он видит не физическую Луну, он видит нечто невыразимое, а Луна это не выражение конкретного созерцательного опыта, но одновременно это и символ. То есть, за этим это попытка описать невыразимое. А в попытке описать невыразимое можно брать разные образы. Откуда они берут? То есть, в этом тыкается вопрос, к которому я полностью присоединяюсь. И в этом смысле стоит задуматься, что могло послужить источником этого языка, не этого опыта, а языка для его описания. Я тогда, наверное, думаю, что в самом деле можно, после дам комментарий Виктора, после дам предложения к местагогии обратиться, сделать еще вторую часть вашего доклада, Катя, и действительно к литургической аналогии обратиться. Вы местагогию посмотрите, а я соберу места у Иосифа Хазаи и у Афрема из Киркифиона, где осмысляются евхаристические образы, и об этом сможем поговорить, то есть устроить вторую сессию по следам вашего доклада. Я думаю, что обе этих идеи очень продуктивные. И хотел бы вас поблагодарить, Катя, за то, что обе этих идеи вы ввели, и вы, собственно, своей волей их продавили, и они начинают давать плоды. А я в последние несколько минут хотел бы тоже, видимо, сейчас начну тему милости и дальше продолжу, как раз Варвара уже присоединится. Я скажу несколько слов, возвращаясь к своей речи в начале семинара по поводу понятия милость, милосердие в сирийском. По-сирийски это рахне. Это форма множного числа, это, значит, слово означает милосердие, и ангел-хранитель в сирийской традиции, но есть у него название Малаха Дактилута, ангел-промысла, ангел-хранитель, а есть Малаха Драхме, ангел-милосердие, это тоже обозначение ангела-хранителя. Но что здесь удивительно, это форма множного числа, да, а единственное число, рахма, означает внутренность, он означает утробу, матку, там, кишки, половые органы, то есть это, это наше нутро, и форма множного числа тоже может использоваться для обозначения нашего нутра. То есть милосердие и внутренность обозначаются по сути одним и тем же термином. и Леонид Ефимович Коган, главный в России семитолог и один из величайших семитологов мира, он в своем этимологическом словаре семитских языков показывает, что уже на уровне протосемитского языка произошел этот сдвиг от внутренности к милосердию. Это первый том его семитского этимологического словаря. У него том посвящен частям тела и Флории Фауне, второй том. Это первый том, Сет один, Семит Этимолог Дикшнери. Это первый том посвящен частям тела. И вот вы здесь видите Рахм, Рихм и Рахим это варианты реконструкции для общесемитской утробы. И дальше он из разных ветвей в семитской языковой семье приводит примеры, показывающие, что это именно просемитский термин. И дальше он делает вывод, что милосердие, сострадание, доброта и соответствующий глагольный корень, да, вот по-сирийски Рахм любить возникает из этого значения утробы и это уже произошло на уровне просемитского языка. То есть это даже не чисто арамейская вещь, не чисто еврейская вещь, а в еврейском рехем это утроба и рахамим это милосердие. И по-сирийски тоже рахма это утроба, рахме это милосердие. Но это не только еврейская вещь, не только сирийская вещь, это происходит на просемитском уровне И получается, что для носителей сирийского это, видимо, была очевидная связь. То есть милость это не чисто, это не волевое только решение. Это не только, как бы это сказать, я здесь хочу в сферопсихологию входить, но это может быть не абстрактное переживание, к которому мы привыкли. У нас мы милуем умом или сердцем, а здесь язык выражает картину мира, в которой ты милуешь своим нутром. То есть ты испытываешь острое чувство переживания за то существо, на которое распространяется твое милосердие. По-моему, самая красивая иллюстрация этого переживания, это слова пророка Исаии, 16 главы. Он говорит, что моя утроба, там говорится мэай, мои кишки буквально, как струны арфы гудят из моей скорби о земле Маава. Когда кишки сравниваются с арфой, которые гудят внутри тебя, тебя внутри скручивает от сострадания вот это переживание, которое вложено в идею милости, рахме. И вот если возвращаться к идее визуальных образов у Иоанна Дальянского и к теме любви и милости, получается, что вот идея милости, а с ней же связана идея любви, рахмса, которая высшая форма любви у Иоанна Дальянского, которая охватывает всего человека, в отличие от хубба, любовь, которая проявляется в исполнении заповедей, это все связанные понятия, да, и глагол рахм, любить. Получается, что это любовь, которую ты чувствуешь всем телом и душой, у тебя в этом переживании не противопоставляется телу и душа. Когда Иоанн Дальянский говорит, что рахмса – это та любовь, которая тебя охватывает как огонь и делает тебя одним целым с возлюбленным, что это мистический огонь, который оставляет позади любовь хубба, связанную с исполнением заповедей, когда Иоанн Дальянский так говорит о рахмса, он имеет для этого филологические основания, да, потому что рахме – это милость, которая переживается и на телесном уровне, и на душевном. Да, и когда Иоанн Дальянский говорит, что глагол рхем в Евангелии, он там вспоминает дело у Христа с Петром, любишь ли ты меня, и там звучит глагол рхем, и он говорит, видите, Иисус Петра ставит вместо себя, потому что любовь делает одной кномой, одним существом, любящего и любимого. Но тут Иоанн Дальянский вообще, у него мистика, она в опасные дебри заносила, потому что для него, он говорит, да, человек Иисус зрит божественную сущность. Для нестырянина это было неприемлемое выражение. Иоанн Дальянский идет к полному единству, к полному слиянию. И когда он говорит о рахмса, который делает человека единым с троицей, очевидно, у него было филологическое основание для этого, потому что в идее милости есть идея вот этого единства, устранения единого душевно-телесного переживания. И, видимо, когда он говорит о созерцании жизни Христа, для него, возможно, это тоже была не визуализация, не фантазия, а некое чувствование непосредственное. Вот те несколько слов, которые я хотел сказать о идее милости. Но причем в Ветхом Завете неоднократно Богу приписывается этот рахмим. Бог о себе. То есть там говорится и о людях, что они испытывают этот рахмим по-еврейски, рахме по-сирийски, по-арамейски, друг к другу. И у Бога есть этот рахмим. То есть у Бога есть, ну, нам понятно из славянского текста, благоутробие. В молитвах церковно-славянских есть слова благоутробия примитивно к Богу. Это вот отражение того самого понятия, того понятия, которое в разных семитских языках реализуется на уровне... Ну, язык же все равно задает мне какую-то картину мира. Ну, в данном случае это ветхозаветная картина. Бог благоутробен, то есть у него есть рахмим, у него есть милующая утроба. То есть, ну, понятно, что библейский Бог, ветхозаветный Бог, это Бог очень человеческий. И он переживает сострадание как бы всем телом. Ну, то есть это образ относительно Бога, образ очень сильный. Ну, для сирийских авторов это уже те отблочения имен, в которые облекается Бог. Но это очень сильные имена. Так что вопрос Варвару справедлив был, что стоит за милостью. Явно за сирийской милостью стоит не то же, что за русской милостью. У нас нет такой ассоциации. Да, у нас есть милость, есть милосердие, которое связано с сердцем, да, мезорикордия. А вот сирийская милость, она ниже сердца. Она связана вот с самой гущей материально-телесной жизнью человека. И это, по-моему, очень красивая, красивая идея. В плане вообще идеи телесности, как она в сирийской мистике предстает. При том, что они стремились взлететь. Но вот видите, термины были очень телесные. Вот, тогда на этом я свое краткое сообщение закончу.